Воронежскому Бурану, как и его предшественнику Дизелю, ведущему борьбу за попадание в плей-офф, очки нужны до зарезу. И они готовы идти на все, выдавая на показ зрелищный хоккей. Ермак задачу плей-оффа решил, но вот подняться как можно выше в турнирной таблице оранжевой машиной никак не удается. Со скрипом пробуксовывают ее колеса. В матче с ураганными хоккеистами хозяева пропустили первую шайбу на 12-й минуте встречи. Лучшего снайпера Лиги Павла Копытина снесли при выходе 1 в 0. И рефери назначил булит, который сам пострадавший и реализовал. Во втором периоде с интервалом в 4 минуты в Воронежце занесли еще две шайбы в рамку Иванова. Сделали это Алексей Князев и Алексей Князев. Не братья, не родственники, а полные тезки-однофамильцы. При счете 0-3 Ермак вдруг вспомнил, что играет при 6 тысячах зрителей. И сократил отставание до минимума в течение 43 секунд. Сначала Виталий Коньков размочил счет, а потом Николай Золотухин заставил капитулировать Столетова. Наставник Бурана взял тайм-аут, после которого Петушкин вновь увеличил разрыв белосиних до двух шайб. 4-2 Буран ликует. Я прекрасно понимаю, что обыграть вашу команду у вас дома, при почти 6 тысяч зрителей, это не каждой команде дано. Но нам повезло. Главный тренер Ермака дал свою характеристику игре. Я думаю, нашим болельщикам игра нашей команды сегодня явно не понравилась. Я это слышал и по свисту на трибунах, этого не было. Надо очень многим ребятам пересмотреть взгляды на хоккей, именно на хоккей. Пересмотреть в нашей команде. Очень многим. И если они пересмотрят, то они дальше будут продолжать хоккей. Не пересмотрят, они закончат с хоккеем рано или поздно. 16 февраля на льду Большой Арены состоится последний домашний матч в чистом чемпионате ВХЛ. Экзаменатором пошатнувшегося аренаме Ермака станет Саратовский Кристалл. Роман Караваев. Специально для информационной программы «Местное время».